девчонки всем привет и добро пожаловать на наш канал сегодня у нас новое видео об уборке дома вообще я пропала из блога наверное недели на две с половиной потому что у нас какие-то трудности по здоровью возникали без остановки сначала катюшки лес зубик ну и когда лезет зуб у ребенка родители выпадают жизни дальше у кати начался насморк больше никаких симптомов не было насморк был настолько сильный она вообще не могла дышать и тоже были очень непростые сложные деньги потом ему мужу сделали операцию на зубы ему вырезали зуб мудрости который рос под наклоном да то есть он из десны никак не вылез он полностью в десне вылез вырос точнее и получается вот ему удаляли зуб это была операция достаточно сложная и ему вставляли штифт в другое место у него не было там зуба этот зуб мы потеряли с ним еще когда учились в университете достаточно забавная но поучительная история может быть как-нибудь расскажу с разрешение своего супруга вот в общем постоянно мы как-то находились в таком полу лежачим постельном режиме потому что когда мужа болел болели зубы после операции он на практически на не вставал ну потому что все-таки зубы это такое дело когда болят зубы ничего не хочется вот плюс катюшка и в общем у нас дома как видите такой погром был разобран диван потому что мы с одного дивана на другой диван перекатывались просто несколько дней пока вот был такой кризис по здоровью у всех вот в общем то я тоже себя чувствовала неважно у меня что-то с давлением вообще у меня давление свое нормальное очень низко 90 на 60 и видимо мое давление пришло в человеческую норму но для меня это было очень высокое давление если плохо чувствовал не все время кружилась голова в общем чувствую себя такой очень разбитый слабый и вот пыталась как-то восстановиться тоже побольше отдыхать еще сейчас с 1 сентября у меня началась работа и знаете все как-то так резко навалилась сейчас знаете рассказываю и даже немножечко так облегчение что сентябрь закончился потому что морально он был действительно очень и очень сложный вот ну и в общем-то сегодня мы с катю не решили навести порядок после такого долгого нашего отсутствия вообще сейчас наш комната данное видео выглядит так но в эти выходные мы немножко все переставили в общем то есть такая новость нам включили отопление я знаю это еще очень рано и я сама была исчезла в шоке на улице у нас плюс 20 градусов но у нас уже работают все батареи мы их понятное дело перекрыли но заодно решили переставить диван переставить телевизор так как у нас состояла зимой и весной потому что летом мы поставили диван к окошку чтобы было больше места катюшки бегать но тем самым мы закрыли батарею зимой битре должна быть все-таки открыта чтобы комната хорошо прогревалась комната до зал и в этой комнате у нас основное все действие в течение дня происходит я веду уроки здесь мы играем с катюшкой здесь проводим вечера здесь всей семьей поэтому нам конечно же хочется чтобы здесь было тепло комфортно и очень уютно кстати я уже начала готовиться понемногу к новому году я купила очень прикольную гирлянду шторку зал как раз таки чтобы проводить время знаете в огонечках что было очень так красиво для меня это безумно празднично начало декабря и наверное до конца января и те два месяца когда мне хочется видеть огоньки когда мне хочется чтобы все было в каких-то блестках шарах я обожаю ставить елку обожаю наряжать елку дом в общем не все это приносит какое-то невероятное удовольствие и я очень-очень жду это время сегодня уборка у меня получилась такая знаете ежедневная с элементами расхламления потому что за время болезни у нас конечно же игрушки превратились просто в хлам который мы можно сказать скидывали в коробке в которой хранится катюшкины игрушки и поэтому все превратилось просто в кучу непонятную знаете даже ребенку непонятно неудобно она просто в этой куче швыряется и она не может даже себе выбрать игру потому что все в перемешку все непонятно как лежит поэтому сегодня я разобрала игрушки в очередной раз расхламила их частью чего-то выкинула разобрала там мусор какие-то бумажки так далее потому что мне кажется что когда игрушки все-таки лежат по ящичкам по знаете даже каким-то играм то есть если каждый ящик это какая-то определенная игра то ребенок берет определенный ящичек определенный какой-то там стеллаж если у вас это так организовано полочку и он понимает что здесь например игры в которую весь игра там я могу там не знаю поварить там супчик кашку покормить своих кукол и да и уже играет в эту игру ему понятно и на самом деле его это коробочка занимает на долгое время чем когда в одну коробку на сильно все подряд и на самом деле так играть не совсем комфортно как по мне вот я ориентируюсь именно по своему ребенку мы теперь поставили сушилку на какое-то время на балкон потому что к нам приезжала снова мама мужа и хотелось чтобы было все аккуратненько к ее приезду в комнате где она отдыхает и собственно говоря пока на улице тепло у нас неплохо сохнет все на балконе вот но как только станет холодно и сыро снова ничего не будет сохнуть на балконе понятное дело да потому что это будет очень долго мы стираем каждый день по одной и той по две стирки и собственно говоря поэтому нам придется снова сушилку хранить на складе все полы я помыла с белизной сегодня потому что у нас заболел кот нас с яшкой что-то у него не так с пищеварением неделю у нас очень плохо кушал и ворвало желчью поэтому я все примыла в очередной раз белизной чтобы не дай бог катюшка что-нибудь не занесла себе в рот если вдруг у кота какая-то там инфекция или еще что-то вот вообще мы уже сводили к не яшеньку к доктору и нам сказали что у него какие-то проблемы с поджелудочной железой но на самом деле не очень понятно от чего это потому что мы кормим его очень хорошим кормом нам его прописал доктор когда у яшки были проблемы с мучевым пузырем и собственно говоря мы уже который который год кормим его этим кормом проблем никаких не было сейчас очень странно проблем с пищеварением и этот корм он вообще не ест мы сможем купить ему корм по маму хиллс сейчас это лечебный код корм простите прям для пищеварения и собственно говоря колем какие-то уколы возим ему каждый день в клинику ему там делают укольчики вот ну я не знаю вроде бы ему полегче он стал кушать но единственно что корм сейчас другой да не тот что он не ел ранее посмотрим как он себя будет чувствовать еще у нас яшка он постоянно чем-то болеет вообще у нас яшенька он без какой-либо породы и купили мы его на авито за 5 что ли за 10 рублей когда еще учились с мужем наверно на третьем курсе и мы тогда жили в общежитии в университетском общежитии и в общем долго очень договаривались с комендантом чтобы нам разрешили котенка но так как мы были как семейная пара жили вместе в одной комнате у нас была чистота порядок у нас был хороший ремонт в комнате нам комендант разрешили но конечно же при условии что мы будем до убирать за котом не будет порчен никакое имущество и так далее но к слову у нас почти вся мебель была куплена нами да то есть мебели которые нам дал общежитие практически никакой не было и у нас яшка практически сразу начал болеть у него начался атопический дерматит да знаю очень странная болезнь для кошек но он нас начал чесаться и и мы думали что мы занесли какую-то инфекцию с ботинками он нас любил полежать на ковре киспа где мы разувались в нашей комнате мы думали что мы какую-то инфекцию принесли он в обуви и он там полежал что-то подхватил водили его по врачам у нас туда у самих если честно денег вообще не было но мы и очень старались яшку вылечить и собственно говоря нам это не удалось потом мы нашли очень классную клинику у нас здесь самаре это клиника которая наполовину государственная скажем так да там не очень высокие цены там просто потрясающие врачи которые сразу определили что у него нет никакой инфекции у него чистая кровь чистая моча там другие анализы которые мы сдавали скрипки из этих вот ранок которые у него были на теле мы сказали что у него атопический дерматит давайте сейчас ненадолго прервемся на нашу с катюшкой прогулку посреди уборки а потом продолжу рассказ нельзя рвать катюш вот продолжу рассказ про яшку и значит мы выяснили что у него атопический дерматит и ему прописали уколы гормонов сначала ему делали какие-то одни гормоны которые колят животным но они ему перестали достаточно быстро помогать и нам пришлось колоть ему гормоны уже которые в человеческой аптеке продаются нам их прописал ветеринар и раз где-то в три месяца весной чаще мы ему колем уколы возьму тоже в клинику его осматривают мы сдаем кровь мочу то есть стараемся следить за его здоровьем за показателями его здоровье и собственно говоря вот на данный момент это то чем мы спасаемся чем мы выручаем нашего кота потому что действительно чешется он очень сильно расчесывает там где у него уши животик лапки и у него такие очень большие раны остаются и от этого очень сильнее его жалко когда он чешется вот когда я была беременна катя прям перед родами наверное родила вот в феврале альяшка болел нас в январе после нового года у него за садиться я не знаю как это правильно сказать мочевой пузырь и он наверное я неправильно это все называю суть в том что он не мог пописать да плакал мяукал а мы повезли его к доктору и нам сказали что нужно ставить ему катетер нужно как-то там это все прочищать промывать и соответственно ставить ему голы капельницы потому что не он что-то там в мочеполовой системе очень сильно воспалилась код в общем то мы все это проделали это было очень тяжелое лечение для нас и для кота у нас ходил в подгузники спал нас на полу в коридоре ну потому что из него вот все от этого текала я спала с огромным животом на полу вместе с ним то что мне было очень его жалко я не могла его оставить у меня даже есть фотографии как я лежу с ним на полу с тем огромным животом боже мой это было очень тяжелое время мой муж каждое утро вставал раньше на работу чтобы успевать свозить яшеньку на капельницы на уколы от капельниц у яшки пошла сильнейшая просто аллергия по спинке у него там была просто огроменная болячка наверно сантиметров 10 в диаметре которая потом сходила и до сих пор у него на спинке шрамик от вот этой вот болячки я говорю честно аж голос дрожит потому что очень жалко кота что он все вот это вот пережил ну и после того как он поправился моему долгу очень кормили лечебным именно кормом для мочеполовой системы а дальше перешли на обычный корм но который тоже да то есть без лишней соли и так далее дорогой кормом купали и сейчас вот у нас яшка снова заболел и ему снова делают уколы и он уже начал чесаться но уколы которые делать сейчас для поджелудочной ему нельзя совмещать с теми уколами которые он делает до для своей кожи это уже регулярный поэтому ему приходится сейчас немножечко потерпеть почесаться но до лечить сначала до поджелудочную железу пищеварение наладить и потом же мы его кольнем от атопического дерматита вот так вот как-то ему не повезло с тем что он с какими-то болячками все время ходит очень жалко кота действительно знаете еще говорят что породистые коты и кошки они там чувствительны к питанию там нужно определенным кормить они там чувствительные к какому-то уходу да там ну такие в общем что за ними нужно постоянно чем от чего-то лечить как-то особенно кормить но вот мы взяли яшеньку совита то есть он у нас родился просто деревне от обычной кошки хотя мой муж говорит что у нас яшка точно породистый посмотри на него как он красавец в общем то он нас вот постоянно болеет и у нас уже есть честно сердце не на месте потому что очень-очень его жалко я закончила перебирать стеллаж на нашем складе я купила коробки пока это картонные коробки туда я сложила все корма лекарства для яшки наполнители для яшки наши документы какие-то еще вещи по мелочи и сейчас уже вечер как вы видите я смотрю хюре мхату мой муж ушел в стоматологию показываться своему доктору после операции а мы с катюшкой решили разобрать все игрушки это уже наверное моя традиция еженедельная что я разбираю и убираю игрушки потому что еще раз повторюсь мне кажется это очень важно чтобы каждая игрушка была на своем месте каждая у нас коробочка это какая-то игра например все животные у нас в одной коробочке кухня какая-то у нас другой коробочке какие-то развивающие игрушечки но с другой коробочке и так далее и так далее вот это для меня важно и я стараюсь за этим следить даже если например как в этот раз мы болели я не могла сразу убирать все на место я все равно когда у меня есть силы разбираю все коробки и мы уже все аккуратненько с катюшечка складываем к этим не всегда очень активно помогает это очень умиляет потому что она знаете когда я раскладываю игрушки находит для себя там всегда что-то интересненько то на что она обычно не обращает внимание начинает играть все разбирать в общем это очень здорово кстати говоря я купила кати несколько очень интересных игрушечек в ближайшем влоге покажу вот и еще очень хочу заказать катя стульчик для кормления знаете такой растущий стул который можно ставить прямо к взрослому столу и собственно говоря чтобы катю не ела вместе с нами вот сейчас я выбираю такой стульчик и в ближайшее время закажу потому что обычно у нас катюшка и сидит просто на боковинки от дивана и мы чаще всего кушаем в зале потому что кухня у нас очень маленькая и там кушать ну совсем неудобно вот либо катя я за своим столиком и я просто сижу на полу и кушаю вместе с ней вот очень у нас это все по-разному проходит нужно будет купить такой вот стул потому что например когда мы ужинаем все семьей кати очень хочется сидеть с нами но ей еще не хватает роста чтобы сесть на диван и кушать с нами поэтому такой стульчик будет прям очень нас выручать также еще мы с мужем стали задумываться о кроватке которая для более взрослых детишек такая знаете следующая вот кроватка сколько там ширина 90 но длина может быть любой там 160 180 200 в общем поняли да такие кроватки у которых бортик уже не такой высокий вот сейчас задумываемся над покупкой такой кроватки для кати не знаю родители нам говорят что еще рано но мы все-таки наверное склоняемся к тому что к двум годам хочется кальчу отселить в такую кроватку сначала представляя ее к нашей ну а потом все дальше дальше отодвигаться от нее чтобы она уже спала полноценно в своей кроватке мы спали у себя вот сейчас катя спит в приставной кроватке для малышей совсем подставная она к нам да вот спит на там всю ночь все в порядке да то есть к нам она перебегает уже только ну прям когда просыпается да и тогда уже перелазит к нам так в целом всю ночь спит там это нам удобно сейчас и удобно туда перекладывать удобно если вдруг она закапризничала закашлялась или болеет вдруг положить на нее ручку пошикой да то есть не нужно вставать просыпаться или еще что-то делать особенного вот поэтому этот у нас сейчас удобно но конечно хочется уже переложить ее в отдельную прям кроватку ну чтобы она как-то привыкала спать самостоятельно вот но и здорово будет ложиться к ней в кроватку укладывать ее прямо в этой кроватке и уже уходить к себе то сейчас катя засыпает в наши кроватки а мы ее перекладываем уже в ее кроватку вот ну не знаю насколько это правильно ну конечно уже тяжело на сказать уже весит больше 13 килограмм поэтому становится уже тяжело ее перекладывать туда сюда знаете сейчас смотрю великолепный век и просто поражаюсь насколько же это крутой сериал я смотрела его наверное миллиард раз и постоянно смотрю его с огромным интересом просто культовый сериал у меня даже муж уже знает сюжет этого сериала хотя он ни одной серии не смотрел очень сериал действительно очень крутой но я не сажусь и не смотрю сериал вот просто села и смотрю именно когда одна да я включаю его фоном и делаю какие-то свои дела и он просто играет это так так скажем шум просто на фоне мне так нравится катюшка что-то бегает играет на особо не залипает на телевизор но может встать там поплясать немножко так в целом она ходит играет все в общем то нормально сейчас я буду свое видео заканчивать тому что у нас уже пришел папа и мы будем уже проводить вечер вместе у меня немного осталось до убирать игрушки это я уже сделала без вас надеюсь вы не обидитесь вот встретимся мы с вами уже совсем скоро я хочу снимать на следующей неделе влоги почаще потому что мне такая очень насыщенная неделя и думаю что вам будет очень интересно посмотреть как мы с катенька проводим наши дни поэтому спасибо всем огромное за просмотр обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всех очень люблю всем до новых встреч пока пока пока